Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 16 октября, да, и я хочу сегодня рассказать, какие же семена мы можем посеять под зиму. Ну, конечно, подзимний посев, он подходит для тех регионов, где стабильная зима. Это вот у нас, например, на Урале в Свердловской области у нас оттепели зимой не бывает, и мы можем себе позволить посеять многие семена под зиму, и тем самым освободить время весной для посева других культур. Что мы можем посеять? Конечно, сейчас еще рано сеять. Нужно сейчас подготовить грядки, подготовить бороздки и убрать часть грунта куда-то в теплое место, для того, чтобы после того, как мы посеяли семена, мы смогли бы теплым грунтом присыпать. Ну, по крайней мере, не замерзшим, чтобы рукам было комфортно. Можно посеять любые виды петрушки, будь то листовая, корневая. Присыпаем мы грунтом буквально полсантиметра. Глубоко присыпать не нужно, так как с таянием снега семена немного все равно утягиваются в грунт. И поэтому, если вы присыпите наши семена, посеянные под зиму, примерно сантиметром грунта, то они могут не взойти. Полсантиметра вполне достаточно. Все виды петрушки. Затем все виды салата можно так посеять. Салат мы присыпаем еще мельче. Примерно где-то 0,3 миллиметра. И все виды укропа. Точно так же. Буквально 2-3 миллиметра грунтом присыпали и все, и достаточно. Да, и что хочу еще сказать по петрушке. Вот многие, кто сеет ее весной, затем часто покупатели жалуются, что петрушка всходит очень долго. Так вот, если вы ее посеете под зиму, она взойдет значительно быстрее. Ну, а сейчас я... Ну, и так же мы можем сеять морковь. Я сею морковь под зиму обязательно. А сейчас я расскажу о подзимнем посеве цветов. Для начала сразу хочу сказать, что когда мы сеем семена под зиму цветочные, оставляем мы их, лучше желательно их оставить на улице, прикопать какие-то емкости, в которые мы их посеяли. Сейчас уже эти емкости нужно наполнить грунтом. И желательно, чтобы в этих емкостях, где будет выращиваться неудобно, тут светлые обои, были очень крупные вот такие вот отверстия. Видите? Прям очень крупные отверстия должны быть. Пусть это будут какие-то баночки даже из-под майонеза или из-под сметаны, но отверстия нужно сделать их много и достаточно крупные отверстия. Для чего? Для того, чтобы когда мы, после того, как у нас эти горшочки перезимовали зиму в открытом грунте, и мы их занесли в теплицу, мы поставили их на грунт, и для того, чтобы грунт не пересыхал сквозь вот эти вот крупные отверстия, влага из грунта в теплице будет поступать к корням нашей рассады, для того, чтобы они у нас, рассада наша не пересохла. Вот вербена. Я ее ни разу под зиму не сеяла. В этом году хочу впервые попробовать посеять вербену под зиму. Вербена мне очень-очень нравится. Невероятно красивые цветочки. Обильное очень цветение. И вот я хочу попробовать ее посеять под зиму. Обычно я ее сею дома весной. Виолы. Все виды виол вы можете сеять под зиму. Абсолютно все. Агератумы любые сеем под зиму, выставляем в теплицу. Прекрасно растут. Бархатцы. Дома вообще никогда не выращиваю бархатцы. Только под зимний посев. Только в теплицах бархатцы шикарные. И вот эта серия Perfection. Мне она даже нравится больше, чем серия Antiguo. А да, они дорогие, недешевые семена, но они стоят того. Другие бархатцы, кроме как Antiguo и Perfection, я вот даже и не выращиваю. Мне вот именно эти две серии нравятся. Затем Тунбергию мы можем также посеять под зиму. Все виды гейхеры мы можем посеять под зиму. Можно гейхеру посеять сразу на постоянное место. Но не на постоянное место, а тоже сделать типа рассадничка. Единственное, что нужно как-то пометить, чтобы вам не выпалоть ее весной и чем-то прикрыть. Можно сделать типа какого-то парничка, может быть, какими-то пластиковыми горшочками прозрачными прикрыть весной, чтобы она лучше всходила. А можно также в емкости и поставить в теплицу. Все гейхеры, какие у меня растут в саду, в этом году не показывала я гейхеры. В следующем году попробую снять ролик по гейхерам. Они все у меня выращивались из семян. Ни одну гейхеру я не покупала рассадой. Немезию также мы можем выращивать под зиму. Любую причем. Космею. Космею можно даже сразу, извините, сразу с осени рассыпать в то место, где вы хотите выращивать космею. И ее даже не нужно будет в какие-то плошки высаживать. Космею желательно сеять густо. И вот поверхностно едва-едва можно только грабельками зарыхлить. Уже вот грунт, когда подмерзает, не совсем замерз, но уже кристаллики ледяные мы в грунте видим, если мы начинаем рыхлить грунт. Вот в это время можно рассыпать космею, и она у вас прекрасно вырастет. И не нужно будет даже с рассадой заморачиваться. Клеому также любую мы можем посеять под зиму. Любой душистый табак под зиму сеется и затем выставляется в теплице. Табак душистый можно, конечно, посеять и прямым посевом семян в грунт. Но единственное, что ему тоже нужно сделать типа теплички, прикрыть каким-то пластиковым прозрачным горшком. Все виды невянников, ромашки, мы можем сеять как сразу на постоянное место поверхностно и едва зарыхлить только грабельками, так и можно посеять на рассаду. Невянники очень хорошо растут после подзимнего посева. Бузульники. Бузульники у меня в саду тоже только выращенные из семян. И в этом году вот именно этот бузульник Осирис Фэнтези я показывала в одном из осенних роликов. А зеленый тоже, по-моему, показывала, да. Я показывала, да, свои бузульники, и они у меня выращивались тоже из семян. Бузульник можно посеять сейчас сразу на грунт. Ну вот буквально уже недели через две можно просто рассыпать семена на грунт в том месте, где вы планируете его выращивать. Не забывайте, что все виды бузульников мы садим в полутень, либо в тень. На солнце их ни в коем случае не высаживаем, не сеем. Потому что они получают солнечные ожоги и не очень эффектно выглядят после этого. Они любят все-таки теневое место. Вот. И вот это вот зеленый бузульник. Их можно безрассадным способом сеять прям непосредственно в то место, где он будет у вас в дальнейшем расти. Также вероника голубая. Ее можно также посеять сразу на постоянное место. Я свою веронику также выращивала. Я просто высыпала полностью весь пакет семян в одно место. Пометила его и с осени накрыла горшочком прозрачным. Немножко этот горшочек вот так вот в грунт я его вдавила. У меня отлично выросла вероника. И затем вы можете ее разделить. То есть это у вас уже получится как такая рассадная кломбочка, как я говорю. Пеларгонии. Пеларгонии впервые выращивала в прошлом году. Под зиму я их никогда, конечно, не сеяла. Но почему-то мне кажется, что под зимний посев будет очень удачен для пеларгонии. Конечно, нужно будет занести в теплицу. Емкости посеять нужно в теплицу. И занести затем емкости в теплицу. Немезию мы, я уже говорила, что можем сеять в емкости. Душистый горошек. Вот в этом году, в сезоне 2020, я хочу заняться душистым горошком. Это низкорослый душистый горошек. Его можно выращивать как на балконах, так и в саду. И он всего высотой 25 сантиметров. Невероятно красивый цветок. Его, конечно, нужно сеять в какие-то емкости. Я хочу с осени сейчас подготовить горшки, в которых они будут у меня расти. Душистые горошки. Горшочек, ну, такой литров 5-6 достаточно. Большие горшки не нужны для душистого горошка. Но цветет он очень эффектно. Вот здесь вот в окошечке видно. Обильное цветение и приятный аромат. Почему-то в этом году, вот прям с осени, мне очень-очень захотелось выращивать душистый горошек. Когда-то я его выращивала и эффектно очень смотрится. Но потом почему-то забросила я свои горошки, посевы горошков. Вот их очень много, вот таких вот низкорослых. Многие считают, что душистый горошек, он бывает только высокорослый. Нет, вот достаточно много сейчас душистого горошка, как раз низкорослого. Смотрится очень эффектно. А на балконах, когда выращивают, он вообще красавец. И вот это вот высокорослый душистый горошек. Бусики для мамусики. Вот я его тоже хочу к веранде подсеять. Цвет очень приятный, нежный. Затем георгины. Все виды георгин мы также можем посеять под зиму. Вот это георгина Василиса, кто любит низкорослые сорта георгин. Вот это вот, на мой взгляд, самый-самый лучший сорт. Низкорослая действительно георгина с очень пышным цветением. Затем все виды колокольчиков мы можем посеять под зиму. Можно посеять сразу на грунт. Можно посеять в плошечки и поставить затем в теплицу. Примулы все можно сеять под зиму. Примулу, конечно, лучше сеять в плошку. И затем весной заносить ее в теплицу. Примулы, которые у меня в саду растут, они все тоже у меня выращены из семян. Вот это тоже примула. Ну, конечно, астры. И вот астры я показывала, что я выращиваю биотехника астры от фирмы Биотехника. Но забыла сказать, что есть еще одна у меня очень любимая серия. Это серия Балун. Покупаю я ее в поиске. Невероятно красивая астра. Очень хороша. Вот эта вот балун абрикосовая, одна из моих любимец. Очень красивая астра. Никогда не сеяла гелиотроп под зиму. В этом году вот будет мой эксперимент. Я хочу посеять гелиотроп под зиму. Гелиотроп это очень шикарный цветок. Многие в этом году с ним познакомились, я знаю. И все были очень довольны. И мне было приятно, когда присылали мне фотографии. И были очень довольны цветением вот этого гелиотропа. Вот буду в этом году впервые выращивать его под зиму. Сальвию можно посеять в емкости под зиму и занести в тепличку по весне. Все виды бальзаминов мы можем выращивать. Также левкои. Вот здесь у меня левкоев нет. Так, космея. Космея, я уже говорила, ее можно сразу на постоянное место. Рудбекия. Рудбекию мы можем посеять как сразу прямым посевом на грунт, так и в емкости. Я буду сеять ее в емкости. И вот конкретно вот этот сорт мультипульти, который в этом году я выращивала впервые, он меня просто очаровал. И есть он в моих роликах. Это рудбекия есть в осенних, по-моему, я ее где-то показывала. Но очень красивая рудбекия. Конечно, я с нее собрала семена и уже их посеяла на грунт. Не знаю, что из этого получится, но также я буду, вот этот пакет я уже взяла себе. Вновь я буду сеять ее под зиму в горшочке, потому что она мне очень понравилась. Невероятно красивая рудбекия. Гайлардии все мы можем сеять как в емкости, так и прямым посевом семян в грунт под зиму. Вот это вот гайлардия Аризона Сан, низкорослая. Очень тоже красивая гайлардия. Это многолетник. Эшольцию мы сеем прямым посевом семян в грунт. Не нужно ее сеять в емкости. Сразу определили для нее место, посеяли, едва только зарыхлили грабельками семена. И в общем-то все. И оставляем ее на зиму. И у вас весной будет прекрасная эшольция. Портулак мы можем посеять в какие-то емкости и занести затем в тепличку. Вот такие вот портулаки у нас. Ну, портулаков много разновидностей. Флокс однолетний также мы можем посеять в емкости и занести в теплицу. А также можем посеять прям вот в грунт, на грунт, на определенное место. Все виды цинии мы можем сеять под зиму. Табак, я уже говорила, все виды табаков душистых мы можем сеять под зиму. Капуста декоративная также можно посеять под зиму в емкости и занести в теплицу. Все виды лимониумов можно сеять в теплицу. Лимониум статицы. Это, в принципе, одно и то же. Все мы их можем посеять в теплицу. Вернее, в емкости и занести весной в теплицу. Так, тут у меня снова бархатцы, виолы, как я уже говорила. Любые виолы мы можем так посеять. Винидиум также можем сеять в какие-то емкости с осени. Промерзает наши семена на грунте и затем весной мы их заносим в теплицу. Гацанию также мы можем сеять под зиму и заносить весной в теплицу. Все виды алисумов можно также сеять. Цинерарию. Колиусы. Колиусы все можно так посеять. Колиусов большое разнообразие сейчас на рынке. Все мы их можем посеять под зиму и занести в теплицу. На перстянку. На перстянку мы можем посеять как прямым посевом семян в грунт под зиму, так и в емкости и затем рассадить. В этом году я сеяла на перстянку. И хотя это двулетник, зацветать она должна на второй год, но она у меня в конце осени выдала стрелки. Ну, конечно, зацвести не успела, замерзла. Не знаю, зацветет она у меня на следующий год, но, наверное, все-таки зацветет. Невероятно красивый цветок. Очень мне нравится. Аквилегию мы можем посеять прямым посевом семян на грунт, на замерзший грунт и слегка зарыхлить. Можно посеять на рассаду. Но я все-таки считаю, что аквилегию лучше сеять на грунт семена. Армерию точно так же мы сеем в емкости, ставим на промерзание в зиму и весной заносим в теплицу. Также можно сейчас посеять все виды люпинов. И хочу сказать, что те заказчики семян, кто оставлял заказы в моем интернет-магазине, получили, кто получил семена люпина, месье Александр, который я собирала сама со своих растений, всем рекомендую посеять его. Это невероятно красивый люпин. Он совсем не такой, как на пакетике. Конечно, у меня его было не такое большое количество. И вот кому хватило этих семян, я постаралась всем отослать эти семена люпина. Обратите на него внимание, можно посеять его прямо уже сейчас. Вот армерия тоже очень красивое растение. Все виды колокольчиков мы можем так посеять. И гадецию. Тоже сеем прямым посевом семян, либо в грунт, либо в емкости, и убираем весной уже в теплицу. Ну и также, если у вас нестабильная зима, вы можете любые из этих пакетиков семян, которые я сегодня показала, поместить в морозильную камеру. Предварительно поместить их либо в пластиковый контейнер, либо в какой-то полиэтиленовый пакет. Семена должны быть, пакеты и семена должны быть сухие, не должно быть никакой влажности. Семена промерзают. И я не оговорилась, мы помещаем их в морозильную камеру. Не в дверку холодильника, как многие считают. Это никакого промерзания семена ваши не получат. У нас зима на Урале бывает и минус 35, и ниже температура. И поверьте, семена не замерзнут. Весной они у вас очень хорошо зайдут. И вот то, что я не успеваю под зиму посеять, я помещаю как раз в морозильную камеру. И схожесть после этого получается отличная. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.